Смотрите, какая красота, подаренная нам природой. Это боярышник. Вкуснотища. Уникальное растение, которое не требует особого ухода, чьи саженцы можно купить в магазинах про цветок и при этом быть творцом. Дело в том, что у боярышника существует очень много сортов, как древовидного, так и кустарникового. И все они очень легко переопыляются между собой, быстро растут и создают очень красивую зеленую изгородь, колючую, непроходимую, одаряющую вас вот таким вот шикарным лекарственным растительным сырьем. Если вы купите саженцы боярышника на канале Про цветок, в магазине Про цветок и высадите их по периметру своего участка, через 3-5 лет вы получите очень хорошую зеленую изгородь, которая будет вам служить, во-первых, защитой. Вон какие иголочки, да, через них не проберется никто чужой. И будет служить вам источником целебного сырья. И это не только ягоды. В боярышнике целебно все. И листья, и цветы, и плоды. Все это обладает очень мощными целебными компонентами для нашей сердечно-сосудистой и кровеносной системы. Я думаю, навязшую все в зубах настойка боярышника, которую продают в аптеках, которую многократно покупают не всегда как целебное средство, а иногда и как просто вкусный спиртовой напиток определенная категория граждан, имеет под собой основу для своей популярности. Чем? Тем, что настойка плодов боярышника на спирту обладает многократным целебным действием, очищает сосуды, регулирует давление, усиливает сердечный выброс. У гипертоников давление снижается, у гипотоников оно не понижается. Снимает стрессы, обладает легким, успокаивающим и снотворным действием. Вы вполне можете сделать такую настойку дома, взять высушенных плодов боярышника, грамм 100, например, и залить литром водки обычной, ну или 50 грамм на 500 литров на бутылку водки, и настоять в темном месте 3-4 недели, регулярно встряхивая, потом процедить и иметь вот такое вот средство для лечения сердечно-сосудистой системы. А люди-сердечники, они обычно хроники, да, то есть это не так, что на один раз выпил, хотя и на один раз от стрессов можно вполне каким-то образом себя уберечь, но чаще всего это люди, которые вынуждены принимать постоянно препараты. И таким образом настойка боярышника, это не чай, который надо заваривать каждые 2 дня в термосе, а то, что можно под рукой всегда взять, накапать себе 20, 25, 30 капелек, если вы хотите, чтобы спирт вас не травмировал, вашу пищеварительную систему, вы можете накапать на кипяток, спирт испарится, и останется только экстракт боярышника. Если же все-таки не хочется спиртовых препаратов, что мы можем сделать? Мы можем собрать боярышник, его высушить, плоды у него сушатся очень легко, и что интересно, плоды боярышника не теряют целебности в течение 5-8 лет, хотя обычно лекарственное растительное сырье не более 2 лет мы храним. И потом заваривать в термосе. Очень вкусная смесь, я, например, делаю смесь боярышника, рябины и шиповника в равных частях. Берете 2-3 столовых ложки на литр, в литровый термос заливаете на ночь кипяточком, и утром очень нежный, очень вкусный поливитаминный напиток, который и иммунитет укрепит, и сердечно-сосудистую систему оздоровит, и можно и деткам, и взрослым вполне можете использовать. Очень здорово, если мы будем делать из боярышника какие-то блюда, которые радуют женский вкус. Это, например, пастила, повидло, варенье. Что мы делаем? Слегка припариваем ягоды боярышника, особенно его крупноплодных сортов, припариваем и протираем через сито, чтобы косточки остались отдельно, а вот эта пюрообразная масса отдельно. Потом мы с ней делаем все, что угодно. Мы можем ее смешать с медом и поставить в холодильник, если любители совсем зож-зож питания. Можем ее переработать с сахаром, сварить в варенье, или сделать сироп из вот этой массы. Можем сделать такую интересную вещь, как целебная пастила. Пюрированная пропаренная масса из плодов боярышника, из которой удалили косточки, мы ее на подносике можем разложить, а можем прогнать через мясорубку с чем? С листьями боярышника, с цветами боярышника, если мы их сохранили. А можем добавить туда, например, плодов яблок, вишни. Можем добавить туда трав, шалфея, душицы, например. Прям вот сырую траву берете и на мясорубке прогоняете вместе с плодами боярышника. Всю эту массу раскладываем на лоточки и убираем в сушилку. Высушиваем. Можно добавить туда сахар, мед, чтобы было вкусненько. Можно сейчас разные виды сахара здорового. Например, эритрит, сакрулоза продается в магазинах, если диабетикам не подходит именно сахар. Потом мы все это высушиваем, разрезаем на полосочки, на кубики. Можно обвалять в молотых, например, семенах льна или в кокосовой стружке, чтобы они не прилипали. Можно в псиллиуме, шелуха семян поддорожника. И вот эта целебнейшая пастила, которая будет в целом оздоравливать всю нашу сердечно-сосудистую систему и, самое главное, помогать от стрессов, снижать давление. Готово. Убираем ее в баночке, такой очень хорошо притертой крышечкой, чтобы там не завелась пищевая моль, потому что пищевая моль – вещь такая, она может испортить любое самое целебное наше лакомство. И храним где-то в прохладном месте. Очень хорошо, если мы будем где-то на лоджии, на балконе хранить. Ну, или можно в каком-то шкафу плотно прикрытом. И вот такие вот кубички, пастилочки, если мы будем принимать с чаем, это великолепный вариант для нашего регулярного оздоровления. Что еще можно сделать из боярышника? Дело в том, что боярышник, мы сами видим, да, по цвету, он содержит каротиноиды. Каротиноиды – это витамины группы А. Высушенный боярышник мы можем размолоть, размягчить и настоять на масле. Масло, обогащенное таким образом каротиноидами, витаминами группы А, у нас отличным образом обогатит, например, наш творог, смузи, какой-то зеленый коктейль. Можно в кашу добавлять. Это и сердечко поддержит, и зрение улучшит, и укрепит наш противоонкологический иммунитет. Как мы делаем масло? Высушенные плоды боярышника в соотношении 1 к 10 заливаем любым рафинированным маслом, подсолнечным, оливковым, кунжутным, какой вам больше нравится, лучше теплым, и настаиваем 2-3 недели, встряхивая регулярно. Когда масло приобретет такой вот уже хорошо насыщенный, да, желто-оранжевый цвет, можем слить плоды боярышника, можем использовать дополнительно, где-то там проварить, да. А масло используем, как я уже сказала, для заправки вот такими вот продуктами. Но все-таки вот самой классической формой применения боярышника является именно настойка. Чаще всего эту настойку делают не в чистом виде, а смешивают с настойками пустырника и валерьяны в равных частях. По-разному называются эти препараты, там и сердечные капли, и трикордин. Мы можем дома это сделать, взять сырье, отдельно боярышник, отдельно валерьяну, корни валерьяны, отдельно траву пустырника, а можем все вместе смешать в равных весовых частях, например, взять по 30-40 грамм плодов боярышника, корней валерьяны и травы пустырника. И все это дело залить, сколько у нас получается? 40-40-40, это 120 грамм. Значит, литр 200 где-то водки залить. Ну, это, наверное, многовато будет, лучше по 30. И тогда у нас будет на всю зиму успокаивающего, антистрессового, сердечно-сосудистого, очищающего наши сосуды, средства, которые улучшают сон, улучшают наш цвет лица, улучшают сердечный выброс. И, что самое главное, собрано нами из наших дач, любимых, сырье. Саженцы посажены, купленные в магазине про цветок. Еще больше рецептов в нашей фитошколе Дивея. Для вашего здоровья самое главное, не ленитесь, не просто слушайте, пробуйте хоть что-то, берите и делайте. И будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова